Танцующий лес, домовая эйбуса из Янтаря. Путешествие в город Канта. Туризм. Танцующий лес, домовая эйбуса из Янтаря. Путешествие в город Канта. Восемь часов. Этот город на берегу Балтийского моря в разное время назывался Кёнигсберг, Королевец, Твангстей и уже более 70 лет Калининград. В Анклав, территориально отдельный от России, туристы едут, чтобы погулять по острову Канта и дюнам Курской косы, посетить музей Мирового океана, погладить бронзовые фигурки домовых, а еще найти сохранившиеся в разных районах города бюргерские особняки. Перелет из Москвы в Калининград занимает всего два часа, путешествие поездом через Белоруссию и Литву-20. Самый романтичный вариант из Санкт-Петербурга, на пароме, но в зависимости от погоды дорога порой растягивается до двух суток. РИА Новости, Игорь Чуприн. В самом западном городе России живет почти полмиллиона человек. В Центральном районе сохранилось немало немецких зданий. В Московском, сильно пострадавшем во время боев, преобладает послевоенная застройка. Кстати, именно тут находится остров Канта с кафедральным собором. Один из одиннадцати. В самом западном городе России живет почти полмиллиона человек. В Центральном районе сохранилось немало немецких зданий. В Московском, сильно пострадавшем во время боев, преобладает послевоенная застройка. Кстати, именно тут находится остров Канта с кафедральным собором. Главные достопримечательности Ленинградского района Ботанический сад и музей Антаря. РИА Новости, Игорь Чуприн. РИА Новости, Евгений Одинаков. Кафедральный собор с могилой немецкого философа Эммануила Канта один из главных символов города. Собор недействующий, в здании проводит концерты и выставки. Два из одиннадцати. Кафедральный собор с могилой немецкого философа Эммануила Канта один из главных символов города. Собор недействующий, в здании проводит концерты и выставки. РИА Новости, Евгений Одинаков. РИА Новости, Вячеслав Фентесов. С прошлого года в Калининграде устанавливают 15-сантиметровые бронзовые фигурки домовых, или хамлинов. Идея понравилась местным жителям, и они теперь их по-разному наряжают. РИА Новости, Вячеслав Фентесов. РИА Новости, Вячеслав Фентесов. Двоенном восточно-прусском стиле. Многие горожане считают этот квартал лучшим для прогулок. 4 из 11. Рыбная деревня застроена в двоенном восточно-прусском стиле. Многие горожане считают этот квартал лучшим для прогулок. Депозит фото, ОКТУ. РИА Новости, Игорь Заремба. В рыбную деревню ведет разводной пешеходный юбилейный мост с ажурной решеткой и фонарями. Очень романтичное место. РИА Новости, Игорь Заремба. Фото, предоставлено пресс-службой ФИОР. В 2018-м в Калининграде, там, где стояла разрушенная в хрустальную ночь 1938 года синагога, открылась новая. В советское время тут был цирк, его перенесли в другой район города. 6 из 11. В 2018-м в Калининграде, там, где стояла разрушенная в хрустальную ночь 1938 года синагога, открылась новая. В советское время тут был цирк, его перенесли в другой район города. Фото, предоставлено пресс-службой ФИОР. РИА Новости, Евгений Одинаков. Танцующий лес-участок на 37-м километре Куршской косы. Стволы хвойных деревьев изогнуты тут словно в танце. По одной из версий, в этом виноваты гусеницы-бабочки побеговью назимующего. Они повреждаются с новой побеги, поедая верхушечные почки. После этого деревья растут за счет боковой почки в сторону, а не вверх. Ствол деформируется и приобретает необычную форму. 7 из 11. Танцующий лес-участок на 37-м километре Куршской косы. Стволы хвойных деревьев изогнуты тут словно в танце. По одной из версий, в этом виноваты гусеницы-бабочки побеговью назимующего. Они повреждаются с новой побеги, поедая верхушечные почки. После этого деревья растут за счет боковой почки в сторону, а не вверх. Ствол деформируется и приобретает необычную форму. РИА Новости, Евгений Одинаков. РИА Новости, Нина Затина. Янтарь самый популярный сувенир в Прибалтике. Из него делают не только украшения, но и предметы интерьера столы. Стулья, часы, декоративные панели. 8 из 11. Янтарь самый популярный сувенир в Прибалтике. Из него делают не только украшения, но и предметы интерьера столы, стулья, часы, декоративные панели. РИА Новости, Нина Затина. Фото, Людмила Ярпулева. В 1913 году на западном берегу Верхнего пруда в Калининграде установили четыре скульптуры. Моржа, морского слона, морской собаки и морского льва. По задумке автора, скульптора Герман Тиле, каждая статуя олицетворяет порог, чванство, зазнайство, дщеславие и высокомерие. 9 из 11. В 1913 году на западном берегу Верхнего пруда в Калининграде установили четыре скульптуры. Моржа, морского слона, морской собаки и морского льва. По задумке автора, скульптора Герман Тиле, каждая статуя олицетворяет порог, чванство, зазнайство, дщеславие и высокомерие. Фото, Людмила Ярпулева. РИА Новости, Игорь Заремба. Музей Мирового океана Первый российский маринистический музей. Экспозиция посвящена судоходству, морской флоре и фауне, а также гидрологии Мирового океана. Еще там есть маринистическая библиотека и действующая экологическая станция. 10 из 11. Музей Мирового океана Первый российский маринистический музей. Экспозиция посвящена судоходству, морской флоре и фауне, а также гидрологии Мирового океана. Еще там есть маринистическая библиотека и действующая экологическая станция. РИА Новости, Игорь Заремба. В 2018 году Калининград был одним из городов, принимавших чемпионат мира по футболу. 11 из 11 в 2018 году Калининград был одним из городов, принимавших чемпионат мира по футболу.